Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Вопрос с пристрастием». Сегодня его проведу я, Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, присоединяйтесь, также пишите в видеочате на портале mixnews.lv. А в гостях у нас сегодня режиссёр, журналист, чтец Рустем Галич. Здравствуйте. Добрый день. И продюсер Галина Полторак. Добрый вечер. Добрый день. Вы не только режиссёр, журналист, мы об этом, кстати, поговорим, но и радиоведущий, я так понимаю, что коллеги мы с вами. Ну, можно сказать, в прошлом. Радио – это вообще моя профессиональная сфера. Когда я закончил театральное училище, жизнь моя складывалась в основном в сфере средств массовой информации. И начинал я действительно как режиссёр Останкина. Программа «Май опять 25», «С добрым утром», «Служу Советскому Союзу», «Земля и люди». Но потом меня так развернуло в сторону телевидения, рекламы. И вот последние годы я всё-таки сосредоточился на чистой исполнительской деятельности. Я вернулся к той профессии, которую я получал изначально, когда учился в театральном училище имени Щепкина. Переход был логичным, как вы считаетесь? Без каких-то репонов? Как вы уходили с телевидения, ловились исполнить? Вообще вся жизнь – это очень логичная цепочка каких-то последовательных событий. И на самом деле я себя всегда определял как бегун, который бежит сразу на нескольких дорожках. Поэтому в моей жизни не было того, что вот закончилось одно, началось другое. Во моей жизни всегда всё было практически одновременно. Я и преподавал, я и был на радио, и на телевидении, и выступал просто в каком-то определённом балансе. Но вот на данном этапе моей жизни на, так скажем, первое место вышла всё-таки моя актёрская карьера, а всё остальное отошло на задний план, а оно не исчезло. Потому что в любом случае мне приходится иметь дело и с радио, и с телевидением. И с телевидением мы очень часто давать интервью и мастер-классы. То есть всё, что было, всё оно присутствует, но уже в других соотношениях. Я сейчас попрошу нашего звукорежиссёра поставить на вас досье. Мы его специально подготовили. Давайте послушаем. Рустам Галич – постановщик всемирно известных спектаклей и мюзиклов по тематике русско-классической литературы, актёр, режиссёр, журналист, продюсер. Более 10 лет живёт и работает в Нью-Йорке. Родился в августе 1962 года в Казани. Учился в средней школе номер 22 Советского района Казани. Затем перевёлся в школу номер 131 с физико-математическим уклоном. Окончил в Москве школу малого театра, высшее театральное училище имени Щепкина, в котором проработал в течение 12 лет по предметам художественное слово и сценическая речь. Как актёр быстро завоевал популярность среди русскоязычных зрителей исполнением произведений русской классической прозы и поэзии. В 2005 году Рустам Галич объединил под эгидой театра поэзии и музыки высокопрофессиональных русскоязычных певцов и музыкантов, живущих в Нью-Йорке. Одна из самых популярных постановок Рустама Галича – литературно-музыкальный спектакль «Демон» по одноимённому произведению Михаила Лермонтова. — Всё верно в досье? — Я прямо потрясён знанием таких деталей моей биографии, как школа, в начале которой я учился, номер 22. Всё верно, всё соответствует действительности. — Что касается «Демона», вы несколько раз приезжали в Ригу с этим спектаклем, а в этом году решили обратиться к дворчеству Петра Ильича Чайковского. Концерт, посвящённый его 175-летию, пройдёт в Риге. Почему Чайковский? Только юбилей или есть что-то другое, что связывает вас с этим композитором? — Вы знаете, на самом деле, действительно, «Демон» настолько пристал к моей биографии и индивидуальности. — Такая визитная карточка. — В каком-то смысле, да. Люди думают, что кроме «Демона» я вообще ничего не читаю. Хотя в репертуаре моего, так скажем, театра огромное количество программ, их больше десяти, и есть какие-то более постоянные, а есть какие-то, так скажем, ну не то что приходящие, а сконцентрированные на каком-то временном событии. Есть юбилеи, делаем. Вот был «Бородино» 200 лет, сделали программу по «Бородино», отыграли, вроде как неактуально. Поэтому любая дата, она всегда провоцирует интерес к тому или иному персонажу. — Это сиюминутные какие-то истории? — Ну, в каком-то смысле это дань уважения тому человеку, потому что ведь такое огромное количество имен, и юбилей — это всегда очень хороший повод обратиться к творчеству того или иного деятеля культуры, будь то поэт, литератор, музыкант. — Это, как журналисты говорят, информационный повод появится. — Да, журналистский повод. Поэтому юбилей — это прекрасный журналистский повод. И вот в октябре мы будем отдавать дань Сергею Александровичу Есенину. А в мае, поскольку в мае родился Пётр Ильич Чайковский, я думаю, что правильнее всё-таки в день рождения Чайковского играть и петь хвалы великому композитору. — А как вы его ощущаете? Для вас Пётр Ильич Чайковский — какой композитор? — Для меня, так же, как и для всех, он совершенно гениальный и величайший композитор. — Ну, это такой штамп. — Это штамп, да. Но это штамп… Иногда бывают какие-то высокопарные формулировки, которые на самом деле соответствуют твоему внутреннему личному убеждению. Вы знаете, как человек, который живёт на Западе, я 15 лет живу в Нью-Йорке, я могу сказать, что не так много представителей русской культуры являются мировыми, так скажем, символами, которые… — Эпохи. — И эпохи, и которые известны западному, так скажем, зрителю или слушателю. Мой любимый Лермонтов, если вы кому-то назовёте на Западе, никто его не знает. — Пушкина? — Пушкина. — Да, Пушкина знают. — Но в меньшей степени, чем, например, Толстого. — Может быть, в меньшей степени, но всё-таки его знают. Я вот имел счастье несколько раз проработать несколько сезонов «Метрополитен опера». Я считаю, лучший театр номер один в оперном мире. И какой-то сезон открывался с Евгением Онегина. И это, на слуху, знают Пушкина. То же самое вот наравне с Пушкиным, а может быть, даже и больше, это Пётр или Чайковский. Чайковского знают все, даже люди далёкие от музыкальной культуры, далёкие от России, потому что как только начинается декабрь, из всех щелей, простите за, может быть, мой вульгарный французский, звучит щелкунчик Чайковского. И декабрь, и Крисмос, Рождество — это всё окрашено этими волшебными звуками на всех абсолютно сценах. Не говоря уже и «Спящая красавица», и «Лебединое озеро». Я думаю, что Чайковский, может быть, едва ли не самый популярный символ, как бренд русской культуры, который известен на Западе. Но это, в первую очередь, и стало причиной того, что вам, как актёру, как чтецу, интересно работать Чайковским. То, что это бренд или всё-таки ваше внутреннее ощущение? Моё внутреннее ощущение, вот себе прекрасный человек, Галина Полторак, которая инициирует разного рода очень интересные идеи, и она мне предложила. Она предложила нам соединиться со Станиславом Соловьёмом, потрясающим музыкантом. И я, будучи актёром и человеком, так скажем, живой субстанции, больше откликаюсь не на формальные какие-то вещи, я мог бы сказать, ой, мне это неинтересно. Но мне это интересно, потому что Станислав Соловьёв и те музыканты-виртуозы, которые будут принимать участие в этом концерте, привносят такое живое ощущение этого композитора, а меня всегда заводит вот эта творческая энергия, то, что рождается на площадке. Со Станиславом мы уже выступали несколько раз, и я поняла... Ну, вы, собственно, Чайковский — это мой композитор. В каком-то смысле, да. Ну, вот как Лермонтов, ваш поэт, с которым вы сравнились в какой-то степени, могу предположить, вот с Чайковским та же история или другая? Ну, понимаете, когда я говорю про поэта, я говорю как актёр, который пропускает через себя эту как бы субстанцию поэтическую. Когда мы говорим про музыку, я не музыкант, в данном случае я потребитель. И как потребитель я обожаю Петра Ильича. Поэтому этот концерт, который будет 28-го, я думаю, он как раз будет интересен тем, что мы соединяем две стихи. Мы соединяем великолепную музыку в великолепном исполнении, которое будет преподнесено зрителю в сочетании с прекрасной поэзией, потому что будут звучать стихи о музыке. И для меня это тоже не так часто выпадаемый шанс, когда я могу стихи о музыке соединить, вот так скажем, с прекрасным исполнением прекрасных произведений. А как подбирали стихи, которые будут звучать? Очень просто. Я открыл свою коробочку черепную, порылся там и выбрал те стихи, которые я уже как бы знаю. Ну и, конечно же, что-то новенькое тоже подберём. Галина, может быть, вы расскажите, как родился этот проект по поводу Чайковского, я имею в виду? Как к этому шли? И как долго его готовили? Когда вы знаете, что у нас проходит конкурс, который называется «Восходящие звёзды», и каждый год мы задаём определённую тему. И в этом году в связи с юбилеем была тема Чайковского. Поэтому одно из произведений, которые исполняли конкурсанты, было посвящено, в общем, из репертуара произведения Чайковского. И лучшие произведения, которые исполнялись конкурсантами, конечно, хочется их показать ещё раз где-нибудь. А поскольку Станислав участвовал не только в галоконцерте, но он ещё участвовал в дополнительном концерте, который мы уже организовали, так сказать, по ходу самого конкурса, придумали, что можно это сделать, этот концерт был посвящён, он назывался просто «Шаляпин». И помимо произведений вокальных, где, конечно, фантастическим образом Станислав всегда присутствует, сходу ловя все музыкальные нюансы, которые требует это произведение, любое, которое исполнялось Светловым, Михаилом Светловым. Поэтому ему было также выделено какой-то кусок времени, когда он сам играл, солировал в этом концерте. И на концерте присутствовала Инесса Галлант и Дайнис Каунс. И когда Дайнис Каунс сказал, что такого исполнения, он не слышал и ждал исполнения такой силы всю свою жизнь, то, вы знаете, это превосходное совершенно определение квалификации, скажем так, Станислава Соловьёва. Я думаю, можно ещё дополнить, Галл, что в этот раз Станислав будет играть, и он сам это как бы выбрал, времена года Чайковского. А этот цикл ознаменован тем, что каждый месяц предваряется неким поэтическим эпиграфом, который сам поэт выбрал. То есть, как бы, Пётр Ильич тоже мыслил такими поэтическими категориями, и вот ещё... В этом случае не чуждо ему это всё было. Да, 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 да. И у него, естественно, своя музыка ассоциировалась с какими-то... Поэтическими, да, с прочками. Но вы подбирали стихотворения к этой музыке интуитивно, или проводили как-то... Ну, как это было? Ну, на самом деле, Пётр Ильич уже как бы выбрал, поскольку большая часть времени будет посвящена этим временам годы, их 12 пьес, и каждая пьеса предваряется небольшим стихотворением из Пушкина, из Вяземского, из других поэтов русской классики. Поэтому выбирать было достаточно просто. Уже Пётр Ильич за нас эту работу сделал. Но, помимо этого, есть у нас несколько скрипичных номеров, и в моём репертуаре из поэзии Серебряного века есть несколько совершенно замечательных стихотворений, посвящённых скрипке. Это стихотворение Иннокентия Фёдоровича Анинского «Смычок и струны» и «Волшебная скрипка» Николая Гумилёва. Вот они тоже прозвучат, как такой поэтический мостик к исполнению произведений на скрипке. Вы в одном из интервью сказали о том, что сегодня мы переживаем бронзовый век поэтический. Я правильно вас понимаю? Как вы хорошо знаете мою биографию. Что касается поэзии, современной поэзии, принято считать, есть такое мнение, не знаю, насколько оно абсолютно, но тем не менее, что на Бродском большая русская поэзия закончилась. То есть это была последняя такая монументальная фигура в русской поэзии. Что сейчас, на ваш взгляд, происходит с поэзией? Вы знаете, я, может быть, вам отвечу банально, да, строчкой Сергея Есенина. Большое видится на расстоянии. Что происходит с поэзией, мы сможем оценить, только когда пройдет несколько десятилетий, и мы поймем, родилась какая-то фигура или нет. Не случайно говоря, для того, чтобы оценить материал, надо дать ему проверку временем. Золотой век не сразу начали называть золотым, и серебряный не сразу стали называть серебряным. Но имена появлялись при жизни. Имена появлялись, но не все удерживались. И было очень много имен, которые как бы на какой-то момент всплывали, а потом не удержались. Скажем, вот как бы период советской поэзии, сколько было прекрасных пролетарских поэтов. Кто о них сейчас помнит? Ну, Евтушенко помнит. Никто не помнит. Ну, Евтушенко, это шестидесятники, это не пролетарские поэты, а я имею в виду вот после начала революции. Поэтому сейчас, стык веков, посмотрим, кто останется на плаву. Поэтому цыплят-поосник, как говорится, считает, когда вы мне зададите этот вопрос в 2040 году, а я надеюсь на это время не дожить, и думаю, что и ваше радио доживет, тогда я вам отвечу более определенно на этот вопрос. Ну, а сейчас вы оптимистично смотрите на поэтическое творчество в таком глобальном контексте? Безусловно. Очень оптимистично. И я-то воспринимаю это не по статистике, я воспринимаю это на практике, на примере своих концертов, когда мне говорят, ой, вот этот жанр, он умирает. Я говорю, ну, знаете, я собираю аудиторию по 700, 800, по 1000 человек на свои поэтические концерты, и у меня как раз обратное ощущение не умирающего, а возрождающего вообще-то жанра. Поэтому всё, с какой точки зрения посмотреть. Поэтому я думаю, что как раз жанр художественного слова, который, конечно, сопряжён с поэзией в первую очередь, он только набирает силу, ничего не умирает. Поэтому моя вот эта формулировка, которую я, так можно сказать, в шутку где-то там обронил, что, может быть, мы переживаем бронзовый век русской поэзии, я думаю, что она забронзовеет чуть попозже. Но на самом деле это то, что соответствует действительности. По крайней мере, огромное количество людей, которые пишут поэзию, увлекаются поэзией, приходят на поэтические концерты. Но не хочу выступать в роли эксперта по современной поэзии, потому что себя-то я как раз позиционирую как исполнителя классической русской поэзии и прозы. И когда современные поэты приходят и просят, ну а почему не нас? Я говорю, подождем, проверку временем. Толстно пройти время. Хорошо, прервемся на новости и рекламу, а потом вернемся и продолжим. Рустам Галич, гость нашей программы сегодня, не переключайтесь. На одной волне с городом Радио Радио Болком Мы продолжаем. В эфире программа «Вопрос с пристрастием» в студии Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. В гостях у нас сегодня постановщик, как написано в Википедии, всемирно известных спектаклей музыкалов по тематике русской классической литературы, актер, режиссер, журналист, продюсер, проживающий в Нью-Йорке Рустам Галич. Здравствуйте. Согласны, кстати, с тем, что всемирно известных спектаклей имеют? Да ну нет, конечно. Это как бы такие погрешности интернета, которые мне иногда просто даже неловко читать. Кто-то где-то сказал, кто-то подхватил, и это начинает как книга. А русское искусство, современное русское искусство может быть всемирно известным, как считается? Ну, в каких-то отдельных проявлениях почему нет? Но в данном случае ко мне это совершенно не относится, потому что я работаю исключительно на русской, язычную аудиторию, которая представляет собой за рубежом определенный, очень ограниченный сегмент. И работаю в России на русскоязычную аудиторию, которая представляет, может быть, шестую часть планеты, но все равно и не весь земной шар. И когда люди начинают там писать и перепечатывать, что всемирно известный режиссер, поставивший на Бродвее мюзиклы на основе русской классики, у меня, кроме скепсиса, это, конечно, не вызывает. И когда, ну, заранее меня спрашивают, вы хотите, чтобы вас так сказали? Я говорю, ни в коем случае, потому что если люди, которые, ну, живут там в Нью-Йорке, послушают, но они поймут, что это бред сивый кобыл. Вот. Поэтому я в некоторых проявлениях могу проявить скромность. И в данном случае я могу сказать, что да, я ставлю спектакли по русской классике, но ни в коем случае не хочу ставить туда лейбл всемирно известный. Они нацелены на русскоязычного слушателя, зрителя, и пускай они его и как бы... На самом деле не поваляет та аудитория, которая есть. То есть ограниченная за границей, потому что я так понимаю, что речь идет... Потому что она во всех концах света. Да. Вы знаете, дело в том, что меня иногда как бы мои друзья, что ты там выступаешь где-то на задворках, а почему не в Москве? Ну, пардон. Рига, Берлин, Нью-Йорк, сцена Метрополитен Опера, просто друзья не знают, где я выступаю. Им кажется, что весь свет клином сошелся на Москве. Это такое имперское восприятие. Может быть. Они как бы сами не ездят дальше с Садового кольца и думают, что как бы за пределами Садового кольца или за пределами Москвы жизни нет. А я вот езжу по всему миру. Только что приехал из Австралии и Новой Зеландии и должен сказать, что всюду жизнь. Как знаете, такое знаменитое полотно. Я приезжаю, черт знает куда, и вижу, и люди там живут, и живут интересной, насыщенной, культурной, интересной жизнью. И я для себя давно уже сделал ну как бы такой ориентир. Меня возбуждает не как локейшн, как бы во что бы то ни стало выступить вот здесь, где-то там в центре Москвы. В Кремлевском дворце. В Кремлевском дворце. Меня возбуждает самоакт творчества. А он может возникнуть где угодно. Одно дело выступать для трехсот человек, другое дело выступать для десяти тысяч. Или нет для вас разницы? По большому счету нет. И самый, как ни странно, мой самый запоминающийся мой концерт был для одного зрителя. Я вам честно скажу, для одного зрителя или для группки небольшой зрителей выступать гораздо сложнее, чем для большой аудитории. Потому что, когда ты выходишь на сцену, перед тобой там сидит семьсот, восемьсот человек, идет такой поток энергии, в котором ты уже начинаешь купаться. А тут тебе надо приспособиться и тебе надо понять, что хотят вот эти десять человек. То есть это разговор один на один. Практически. И ты должен свой внутренний как бы формат тут же перестроить и быть интересным вот этому количеству зрителей. Это, я считаю, мастерство гораздо более высшего пилотажа, чем выйти и готовый материал сыграть на огромную аудиторию. Везде есть на самом деле своя прелесть. И я люблю разные аудитории. Провинциальные, столичные, большие, маленькие, молодые, старые. Потому что везде я нахожу что-то уникальное. Когда я приезжаю в Нью-Йорк, я совершенно искренне объясняюсь в любви к моему зрителю, который меня уже знает 15 лет. Потому что там есть еще бабушки, дедушки, которые воспитаны, как я говорю, в культуре звучащего слова, которые помнят Качалова, кто-то и Яхонтова помнит. И они меня сравнивают с этими частицами. Это старая миграция так называемая. Она из первых волн. Да. И где-то уже самая первая эта миграция там уже померла вся, но вот уже какая-то там вторая волна. Из раннего, как говорят. Да, ну из раннего, да. Это более точная формулировка. Вот. И им не нужны никакие подпорки в виде симфонических оркестров, танцев, песен. Вот. Поставил стульчик, сел. Как говорила у нас учительница Галина Николаевна Титова, дикторы шутили. Рот закрыл, рабочее место убрано. Это как бы у дикторов. Вот. Рот открыл, твое вот как бы началось рабочее время. Но в то же самое время я с большим удовольствием приезжаю в любые другие города, где нет этих бабушек и дедушек, которые воспитаны в поле звучащего, так скажем, слова. А там сидит молодежь, которая представления не имеет. А кто такой Сергей Александрович Есенин, когда ко мне после одного концерта подошла молодая женщина с горящими глазами и говорит, какое чудное стихотворение вы прочитали, ты меня не любишь, не жалеешь, разве я немного некрасив? А кто автор? Я понял, что надо срочно брать чемодан, лететь и начинать просвещать упущенное поколение. А поколение упущенное это какое поколение? Ну, это так скажем... Это некий такой исключительный случай. Или все-таки вы считаете, что это уже такое массовое? Я не могу ставить как бы клеймо, но вот те, кому вот только-только перевалило за 30, вот те 15 лет, которые я провел в Америке, вот за эти 15 лет, людям, которые были там по 10-15 лет, они выросли уже во взрослых людей. Но багаж... Но это иммиграция, там... Нет, это там, скажем, в России, я уже запутался, где здесь, где там, но я имею в виду Россию именно. И я взял чемоданчик, вот эта фраза меня как-то очень настрополила, пересмотреть свои позиции, взял чемоданчик и стал путешествовать по России и просвещать. И для меня тоже есть некий челлендж и вызов работать в аудитории, которая не столь подготовлена. И для меня самый больший комплимент, я уже как-то об этом говорил, когда к тебе подходят не люди, которые любят поэзию, начинают тебе говорить, а которые поэзию не любят, которые подходят и говорят, слушайте, поэзию терпеть не могу, не понимаю, в жизни так и не разговаривают. Вы так здорово это делаете, мне так понравилось. Вы не спросили, почему они к вам пришли? Ну, я не стал спрашивать, потому что в основном, конечно, на поэтические концерты приходят люди, понимающие, куда они приходят. Но иногда кто-то приходит с любимым, с любимой, иногда дедушки, бабушки или родители с силком-пинком заталкивают. То есть это оказался случайно? Да, оказался случайно, а оказалось, что это интересно. Вот ко мне многие родители подходили и говорят, Андрюшку, ну еле затолкало. А Андрюша там сидел открыв рот, там парню 15, там 16, 17 лет, и потом с горячими глазами подходит и говорит, оказывается, интересно. Вот, вот это комплимент для меня. Что касается специфики каждой из групп аудитории, вы работаете в России, работаете в Америке, в других странах, насколько серьезно отличается публика в России от, так скажем, эмигрантского вот этого сегмента? Вы знаете, я не могу сказать, что чем-то принципиально отличается публика одного города от другого. По крайней мере, как-то на моих концертах всегда настолько какой-то восторженный прием, что мне трудно внести какую-то градацию здесь лучше, там хуже, но кое-что я могу сказать. И провести градацию между, так скажем, московской публикой и всей остальной, потому что вот у меня только что в Москве было два концерта, и я обратил внимание, московская публика несколько иначе воспринимает, чем вот вся остальная. То есть она более избалована? Я думаю, что да. Она не более избалована, она более искушенная. То есть, ну, у артистов есть такое понятие второй план, да, как бы ты что-то делаешь, а вторым планом сквозит совершенно другая тема. Так вот, когда я прихожу в какую-то аудиторию там или за границей, или там в России, в провинциальном городе, я чувствую второй план с самого начала. Приятие, любви, обожание, прочитал стихотворение, ой, давайте еще, как здорово. То есть вас здесь ждут? Меня ждут. А в Москве? Когда я приехал в Москву, хотя там были мои друзья, очень многие, я чувствую такую волну, как бы, скепсиса, ну, давай, удивляй, я одно стихотворение, второе, третье, а никто хлопать не собирается. И только к середине концерта. То есть Москва, московская публика, это всегда перед ней, как перед экзаменационной комиссией. Ну, как перед экзаменационной комиссией, ты перед любой публикой, но если любая, скажем, ну, аудитория за рубежом или даже вот в провинции есть некая нотка ностальгии, что ли, мне кажется, то у москвичей никакой ностальгии нет. Там школьная программа не прокатывает. То есть, как бы, они готовы воспринимать, но они ждут от тебя что-то новенькое, что-то интересненькое. Я помню, когда я еще до отъезда в Америку делал стихи маньеристов, эта программа шла у меня совершенно на ура. Вот. И это было настолько отлично от всего остального, что... Так что, сейчас у меня есть планы по поводу Москвы и думаю, что надо чем-то их забирать и удивлять и завоевывать это место под солнце, потому что, ну, Москва, как, наверное, и Нью-Йорк, они, как два мегаполиса, живут по каким-то своим особым законам. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефоны прямого эфира. Звоните, у нас в гостях сегодня режиссер, чтец Рустем Галич. Что касается Иосифа Бродского отмечают юбилей этого поэта, великого русского поэта. И сейчас, вот, кстати, не хотите обратиться к его дворчеству, учитывая, что юбилей, а вы в начале программы сказали, что используете это обычно как информационный повод. Не хочу. И могу сказать, почему не хочу. Вот у меня есть такая программа, которую мы скоро будем играть, она называется «Балл поэтов». И у меня там есть некий принцип, потому что поэтов много, и нам, по-моему, он пригласит всех, но ты все равно должен быть ограничен каким-то определенным принципом. Так вот, мой принцип «Нам нравятся поэты, похожие на нас». Это строчка из Константина Бальмонта. То есть, я вибрирую с кем-то в каких-то определенных моментах на определенном диапазоне, и они вызывают у меня резонанс в душе. Бродского я оценил исключительно по концертам Юрского и Казакова. И когда я сидел и в их подаче воспринимал это, я понимал, что есть какие-то вещи совершенно гениальные. Когда я его читаю в сборнике, он не производит на меня такое впечатление. То есть, он вас не трогает? Он меня не трогает, хотя я могу какие-то вещи оценить. У меня очень специфический подход к поэтам. Я, как актер, профессионально занимающийся звучащей поэзией, любое стихотворение начинаю примерять на себя, как пиджачок. Могу я его исполнить на публике или нет? Помимо просто содержания, мне важен еще практический аспект. Вот я хочу сказать, однажды у нас был посвященный какому-то очередному юбилею Бродского концерт в Нью-Йорке, в Бруклинской библиотеке. И меня, как человек в Нью-Йорке тоже известного достаточно, пригласили почитать. И я почитал не без успеха, но и не с особенным, так скажем, ажиотажем, но без чувств. Ну, среднюю обычную реакцию это какое-то такое вызвало. Сережа, мой по-бизнесу галочка, вот его знает, тоже спел песню на слова Бродского, тоже без особого какого-то ажиотажа вокруг нашего исполнения. И вдруг выходит на сцену Роман Каплан. В свое время он как бы был и другом близким Бродского, и менеджером, и директором ресторана знаменитого «Русский самовар», где у нас есть уголок Бродского, его фотография. И они дышали с ним одним воздухом. То есть он напитан этой эпохой, этими отношениями. И вот Роман, который вроде не является актером, начинает читать стихотворение Бродского. Медленно. И вот он начинает нагнетать эту атмосферу. И весь зал по физике, по себе чувствовал. Вот сидели вот так, а потом вдруг вот так. И когда он закончил, зал взорвался аплодисментами, и я громче всех сидел в первом ряду и орал ему «Браво!» Потому что мы провалились в какое-то совершенно другое измерение. И это мог донести только человек, который жил в то время, который знал Бродского, и который может донести вот суть его поэзии. Но вы же не жили в Золотом веке, не жили в Серебряном веке? Откуда вы знаете? Вот я сейчас понимаю, Ну, пока, я видел год вашего А дело в том, что когда человек переваливает за определенный возраст, он начинает понимать, что есть вещи, эзотерические, и время — это достаточно условная вещь. И душа, она кочует. Наше физическое тело, оно принадлежит одному времени, а душа принадлежит вечности. Так вот, я абсолютно уверен, что я замешан на Золотом и Серебряном веке. Я в это время жил. В чьем теле, я не знаю. Вы бы там себя чувствовали органично в это время, или все-таки вы идеализируете его? Сейчас по книгам, по поэзии и так далее. Нет, я ничего не идеализирую, я просто знаю, что я тогда жил, и жил совершенно прекрасно, и у меня были свои дома, особняки, слуги. На самом деле, есть вещи, действительно, это уже, может быть, немножко другой разговор, но совершенно серьезный. Есть вещи мистические. Например, наша общая подруга, астролог-номеролог, Лена, которая сейчас живет в Голландии, в свое время мне сделала такое интересное открытие. Когда мы сыграли свой спектакль, и она мне настолько точно просчитала матрицу моей души, она меня как-то возбудила к тому, чтобы я ее попросил, а ты можешь мне Лермонтова просчитать? Она говорит, пожалуйста, когда он родился? Я сказал дату. И готовился, там, через 2-3 дня к встрече, она все сказала, когда мы встретимся. Обычно сессии занимают 3-4 часа, я ей звоню, я говорю, Леночка, я готов, где встречаемся, что? Она говорит, встречаться не будем. Я говорю, как не будем, почему? В этом, говорит, нет необходимости. Я говорю, ты не рассчитал? Говорит, я все рассчитала. Но дело в том, что на удивление твоя матрица души на 100% совпадает с матрицей Лермонтова. Поэтому все, что я говорила про тебя, я могу сказать про него. Сеанс закончен. И мне это было любопытно и приятно, потому что когда иногда после спектакля ко мне, это не часто было, но было, подходили некоторые люди и говорили, как ты это делаешь? Я говорю, что я делаю? Как ты Лермонтова играешь? Мы видели, Лермонтов приходил. Я говорю, я играю Лермонтова. Я никого не играю. Я играю в себя. А это не пугает вас, учитывая, что судьба у Лермонтова не самая счастливая, его жизнь, его смерть и так далее? Вот раствориться в другом человеке? Ну, я растворяюсь в себе, я растворяюсь не в Лермонтове на самом деле, и через вот это как бы погружение в текст я начинаю думать, что какие-то вещи я знаю глубже, чем даже многие литературы веды, потому что есть вещи, о которых мы можем догадываться, потому что они свойственны тебе. Никто в чужую душу залезть не может. Но у нас действительно так много аналогий, что я понимаю, о чем я говорю во время какого-то произнесения поэтического текста. На самом деле, я говорю не о Лермонтове, я говорю о себе, как меня может пугать моя собственная судьба и моя собственная душа. Поэт в России больше, чем поэт? Ну, это известная фраза, и... И в Тушенке. Да, в каком-то... Ну, в каком-то смысле, наверное, да. В каком-то смысле, как говорят, что настоящий поэт мертвый поэт. К сожалению, в России так оно и происходит. Кстати, вот говоря о Бродском, я могу сказать, вдруг я ощутил именно на его примере, что такое поэтическое восприятие мира и что такое настоящий поэт. Поэт – это человек, который зрит в корень и дает такие четкие формулировки не в бровь, а в глаз. Когда привезли один очень любопытный фильм «Прогулки по Венеции» с Бродским, это был один из последних его фильмов, где его снимали, я не очень воспринимаю его манеру чтения стихов, но как личность он совершенно потрясающий. И когда его журналистка спросила, скажите, как вам кажется, чем отличается система, как было построено американское общество, и как было построено российское общество, советское, в котором вы жили, он дал по три... Я забыл Филипп, но что он сказал, я помню до сих пор. Это сто процентов правды. С моей точки зрения, опять-таки. Ну, сброски мы совпадаем здесь. Он сказал, что, говорит, понимаете, когда отцы американской нации закладывали основы своего общества, они исходили из постулата, что человек человеку волк. И пока мы с тобой дружим, у нас все хорошо, проблемы нет. Но как только мы с тобой поссорились, мы будем нападать друг на друга, и поэтому нужна какая-то некая правовая система, которая защитила бы одного человека от другого на случай, если мы друг другу не понравимся. И начнем выяснять отношения. А отцы советской нации, исходили из постулата человек человеку друг. И поэтому никаких железных законов, которые ограждали бы одного человека от другого в случае, если вдруг они поссорились на любом уровне, нет. И отсюда началась неразбериха. Поэтому пока у нас все хорошо, все хорошо, но как только мы поссорились, все начинают мочить друг друга, невзирая ни на какие законы, и идет полный беспредел, чему свидетелями мы являемся в течение многих-многих уже лет. Вот это Бродский, вот это поэт, то, что называется в России поэт больше, чем поэт. Это не просто поэтические строки, а это срез времени и понимание каких-то очень сутильных вещей. на ваш взгляд поэт может и должен ли сотрудничать с государством, или он обязательно должен быть диссидентом? Ну, вы знаете, каждый поэт сам для себя выбирает свой путь, и мы не вправе никого не осуждать, не обсуждать, по большому счету. и я в данном случае, ведь являюсь не поэтом, ко мне очень часто приносят сборники стихов поэты и объявляют меня поэт Рустам Галич. Путают, а я говорю, да я не поэт, я актер исполнитель. Но вы как человек, который соприкасается с поэзией, можете посмотреть со стороны. Конечно, это две разные большие разницы, как говорят в Одессе. Есть авторы и есть исполнители. И очень часто исполнители думают, что они главнее авторов. И мне было это свойственно. Я думаю, молча он там написал. Вот если бы меня не было, кто бы там слушал, кто бы это самое. Но сейчас со временем я все-таки пальму первенства отдаю автору. Исполнителей много, они могут быть лучше, они могут хуже, но если нет материала, что исполнять, что ты будешь исполнять. Поэтому вот в этом балансе я даю, конечно, поклон, уважение и пальму первенства исполнителям. И вот на ваш предыдущий вопрос, я думаю, что его все-таки надо адресовать, чтобы получить адекватный ответ поэту. Пусть поэты разбираются, надо ли им сотрудничать, не надо ли им сотрудничать. У каждого своя жизнь. А мы уже как бы которые идут по стопам будем отделять зерна от плевел. Я, кстати, очень часто в свое время исполнял стихи Маяковского в том же советском паспорте, потому что несмотря на то, Пролетарский поэт, кстати, о котором мы говорили, о пролетарских поэтах. Да, конечно. Вот. И я вдруг осознал, что да, там много политики, но за этой политикой скрывается прекрасная поэзия. И эта прекрасная поэзия нисколько не стала меньше от того, что он писал на заказные политические темы. Ну что же, на этом мы завершим сегодня нашу программу. У нас в гостях был режиссер, журналист, продюсер Рустем Галич и продюсер Галина Полторак. Я напомню, что 28 мая в Рижской реформаторской церкви пройдет концерт, посвященный 175-летию Петра Ильича Чайковского, в котором будет принимать участие и Рустем Галич. Приходите. Спасибо вам большое, что пришли. Эфир провел Вадим Родионов. Всего доброго и до свидания. До свидания.